И вновь всем, Егор Дрилл, пацаны. Сегодня у нас трек с его нового альбома Автомат на продакшн Маэстро Палагина, который с завидной регулярностью жмёт на тапок. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. И приступим с темпом 142 удара в минуту и добавим инструмент Контакт, в котором возьмём библиотеку Noir, ну или Noir, если так вам будет приятнее. Возьмём пресет Dusky, но добавим нему колора. В пиано-роле выберем Root Note C Sharp, Scale Minor Natural, то есть самый обычный минор. Нашим первым и главным аккордом будет C Sharp Minor, то есть до, диез, минор. И давайте поговорим про последовательность аккордов и немножко про теорию. Здесь использована последовательность, которую можно назвать 1, 6, 5, 4. Что это за дурацкие цифры? Всё очень просто. 1 это первая нота нашего скейла. Она как бы C Sharp. У нас скейл C Sharp Minor, значит первая нота это C Sharp. Итак, от неё подсвеченных ноток отсчитываем 6 штук. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая. Шестая у нас A, то есть ля. Соответственно, четвёртая это F Sharp, а пятая это G Sharp. Конкретно в данном случае я сначала подобрал мелодию и потом понял, ну, предположил, на каких аккордах она строится. Ну а вы можете просто пойти в Google и вбить популярные прогрессии аккордов. И там их в целом будет не так много, но из них можно сделать просто бесконечное количество битов. Вот такая мелодия получилась из дурацких цифр 1, 6, 4, 5. И даже из этой прогрессии аккордов вы уже можете построить просто миллиард битов. И теперь вот так вот берём и сокращаем каждый такт в два раза. Поднимаем на октаву вверх, закинем на второй канал микшера и закинем сюда half-time. В half-time ничего трогать не будем. И получаем звук, который очень похож на звук из оригинального трека. И точно такой же голосовой сэмпл, как в оригинале, я не нашёл, так что решил использовать какую-нибудь альтернативу. Например, что-нибудь из пака Кашемира. Например. Круто звучит, только как-то знакомо. Как будто бы я в каком-то треке это слышал, но вспомнить не могу. И вы можете мне напомнить трек, в котором, возможно, вы это слышали в комментариях. Давайте этот голосовой сэмпл закинем в плейлист. Выберем declicking mode smooth. Давайте сразу на фортепиано ещё закинем фаб-фильтр Saturn. Я всё равно собирался это сделать. Tube clean tube, чтобы ещё погромче просто сделалось. Выбираем бенд в районе двух килогерц, его усиливаем. Ещё в нижнем бенде немножко, немножко, немножко убавим низкие частоты. И в выходной громкости именно просто добавим, потому что сам по себе звук довольно тихий. И этот сэмпл, он на нотке ля, а, м, то есть ля минор. И нам нужно перекинуть его на тональность C-sharp, то есть питчем просто убавим на сколько-то центов. Вот у нас AM, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На 800 центов, потому что 100 центов это один полутон. И нам нужно отпилить. Даже ещё сильнее с отключенным stretch'ом. Теперь... У нас будет играть... Еще я хочу немножко сэмпл из кори, так что я включаю stretch' и немножко... Выставляем их ровненько друг с другом. Теперь сбросим его на третий канал микшера. И на этот канал микшера поставлю один прикольный, но очень жрущий плагин. Portal. Я им очень редко пользуюсь. Но здесь есть один такой классный пресет. Dry-ved убавляем где-нибудь. Давайте до 40 попробуем. Так, ну и на пианино закину эко-бой, пинг-понг здесь. Микс чуть убавим. Новый холей Vintage Verbe. Huge Spaces я выберу... Даже можно еще пониже. Теперь фидбэк чуть добавлю. No low cut и high cut я подниму. Нет, давайте миксы добавим. Но один стерео контрол никто не отменял, потому что и то, и другое, и ревер и дилай создают какие-то низкие частоты. Они попадают в сайт составляющую, а нам это не надо. Так что включаем save bass и где-нибудь на 269, почему нет. И стерео добавим чуть-чуть. Расширим капельку. И давайте валихалу накинем еще и на Vox. Только возьмем Plate, то есть более мелкое пространство. Ну и эко-бой тоже закинем, только его совсем чуть-чуть надо. Тоже пинг-понг. Потому что у нас как бы уже один дилай есть. Вот так и вот так. То, что нужно. Вот это оно. Ну и чтобы прижать просто высокие низкие частоты, немножко идете фильтром. Бесплатным, кстати, плагином. Отрежем низок. Герц до 100 с небольшим. И сколько-то верха. Потому что в оригинальном треке голосовой сэмпл тоже порезан и сверху, и снизу. Это нужно как минимум для того, чтобы немножко места освободить нашим ударничком. Которые мы прямо сейчас и добавим. Ну а перед этим, как обычно, напоминаю, что скачать этот проект, именно вот этот проект, со всеми внутренностями, со всеми сэмплами и со всеми пресетами, можно будет у меня в инстаграме. Как только это видео соберет 3333 лайка. Так что, если вам уже нравится это звучание, нравится это видео, или понравился оригинальный трек, и вы хотите поскорее поковыряться в проекте, который я сделаю к концу этого ролика, то смело ставьте полностью заслуженный, естественно, с вашей точки зрения лайк. И уже очень скоро вы сможете скачать этот проект у меня из инстаграма. Давайте продолжим, уже закинем биточек. И все ваншоты я брал вот из этого дрампака, и еще из вот этого дрампака. А все названия вы видите на экране, так что, даже не дожидаясь проекта, вы можете эти все сэмплы найти и использовать в своих грязных целях. Первым делом, конечно же, снэры. Здесь пропуск. Тан-тан-тан. Вот так. Теперь Ctrl-C, это все на Ctrl-V, вот этот второй снэр. Его мы сделаем чуть потише. Чоп-снэр у нас будет приходиться на вот этот звук. Шикарно. Давайте вот такую пробежечку вот сюда. Ctrl-U, вот правая кнопочка мышки вот так. Да. И вот здесь вот, вот так сделаем. И вот эти звучки. Только давайте еще с velocity поиграемся немножко. Главное не проиграть. Типа потише этот вот как-то. Типа, чтобы появилась какая-то динамика. Вот этот потише. Так, так. Ну и сюда можно пробежечку на одной второй. Ctrl-U и тоже правая кнопка мышки громкость. Вот так. И вот эта нижняя часть повторяется, а верхнюю мы немножко изменим. Вот так. И здесь мы идем уже на одну четверть. Ctrl-U и уже тянем громкость вниз. Меня много кто спрашивает, почему я не жму Alt-U. Ответ очень прост. Потому что здесь нету обозначений, что одна треть, что одна четверть, что одна вторая. Да и мне просто так непривычно. По мне быстрее выбрать здесь, что я сам хочу. И выделить, нажать Ctrl-U. Вот так. Рубрика ответов на комментарии. Все это дублируем. И у нас здесь будет три хай-хета. И я забыл сказать, что это просто супер максимальная вольная вариация, потому что вот здесь вот хай-хеты уже не совпадают с оригиналом. Я просто беру именно приемы из оригинала и стараюсь сделать так, чтобы мне самому нравилось. Я надеюсь, в этом вы меня поддержите, потому что именно самый главный, по-моему, прием хай-хетов, который использован в этом треке, это то, что их три. И за счет этого они как бы между собой постоянно общаются. Сейчас мы это все повторим. Где-то тут чуть погромче. И третий хай-хет, который, по-моему, самый интересный. Одна вторая. Ctrl-U. Да. И вот здесь вот уже этот хет будет отыгрывать партию как бы перед остальными. И давайте еще поднимем повыше. Здесь одна треть. Вот так. Ctrl-U. И вот уже правая кнопка мышки тянем вниз. Ага. И вот тут уже одна вторая. И пробежка вот здесь. Вот Ctrl-U. И здесь возьмем одну четверть. Вот так. Ctrl-U. И правая кнопка мышки тянем вниз. Да-да. Отлично. И точно так же скопируем вот этот. Теперь кик. Звучит он примерно. Угу. Так. Да уж. По лагин жми на тапок. Сказать больше реально нечего. Теперь самое важное в дриле. 808-й бас. Cut itself обязательно включаем. И я признаю свои ошибки. И для всех, кто смотрит на телефоне, я буду писать бас на октаву выше. Я думаю, сейчас вы что-то уже слышите. Окей. Вот так вот. Скучно, не по-дриловски, неинтересно. Но если мы опустим это на октаву вниз, включим слайд-нотку, поставим туда, где изначально была нотка, сократим ее до такой вот длины, поставим вторую слайд-нотку вот здесь, ставим на октаву вниз, убавляем. Основную нотку тоже убавляем и получаем. Вот так. Типа. Мне очень нравится такое звучание, поэтому в таких битах у меня всегда супер замороченные слайды. Я трачу на это невероятно много времени. Обычно на самом деле минут пять. Но мне так нравится. Здесь будет ля. Ага. Ту-ту-ту-ту. Только вот эти покороче. И добавляем еще вот фишечку. Короткая слайд-нота на пару октавов вниз, убавленная в ноль, чтобы было. Типа, чтобы она сначала поднялась, потом резко опустилась вниз. Ну, конечно, звучать она должна на октаву вниз. Оупен-хэты. Ну и крэш. Ну и, конечно, у оупен-хэта, например, у одного хотя бы из закрытых хэтов, обязательно нужно покрутить shift. Потому что если shift не покрутить, чудо не произойдет. Теперь давайте соберем групповые каналы снэров и хэтов, а после общий групповой канал ударных. И создадим канал, на который повесим Valhalla Vintage Fior. Холл, снейр-холл, почему нет, как обычно. Чуть-чуть удлиним. Его тоже зароутим на канал со всеми ударными. И на канал со всеми ударными тоже сжахнем фаб-фильтр Saturn. Тюби-клинтюби. Тоже чуть-чуть подограем вверх. Вот сильно не надо. Вот капельку, совсем капельку. И на канал с хэтами отдельно закинем Ozone и Major. Stereoize включаем. Вот так вот, вот так вот. Так, не надо, надо как-то вот так. Чуть-чуть, вот сильно не надо. Ну и давайте сделаем примерную структурку. Начинается все вот так вот просто. Но мы сразу начнем с хай-хетов, как бы пропуская самую первую часть. И со снэров стримами. И где-то вот в этом месте идет фишка с переходом tape stop of half time. Вот так. Вот так вот это звучит. Если вам это интересно, то напишите в комментариях. И я у себя в инстаграме сделаю коротенький минутный видос о том, как сделать это со своим битом. И тут у нас будет еще один кусочек, в котором будет пэт-бас. Вот такой пэт-бас я взял. Attack Hold Decay Sustain Release. Normalize. Clip Boost. Только давайте вот так. На какой-нибудь канал микшера скинем. И давайте закинем сюда тоже Dirty Filter. Ну и конечно, озон на мастере. Куда же без него. На максимайзере настройки вы видите, а на имиджере, собственно, только Enhanced Space и все. Ну и перед тем, как мы послушаем этот шикарный биток, напоминаю вам, что у меня есть видео-курс по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от Adoyak, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть под этим видео в описании. Можете написать мне в директ, в инстаграме или вконтакте. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось чуть-чуть полезным, капельку интересным или просто понравилось, то ставьте смело полностью заслуженный лайк. И обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Обязательно подпишитесь вот прямо сейчас, промотайте и нажмите кнопку подписаться. От этого мне станет очень приятно. А вы не пропустите ни одного моего, надеюсь, интересного для вас видео. И на этом у меня уже точно все. Я надеюсь, что вот это видео показалось вам интересным. А я буду ждать вас в следующем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok